Вот у нас есть очень интересный такой деятель, который выехал туда и по заказу, скажу, я не побоюсь этого слова, по, так скажем, указанию специальных служб Грузии, занимается вовлечением наших молодых граждан. Это Даур-Буава, да? Даур-Буава в том числе. Это первый, наверное, после войны, за послевоенное время человек, который обвиняется теперь уже официально, правда же, обвиняется в государственной измене. Мы обязаны это сделать, потому что все признаки, которые сегодня проявляются, это являются именно признаки состава. Вы можете о нем рассказать? Вот очень интересно. Молодежь его знает по ТикТоку, но пусть страна знает, с кем мы имеем дело. Вообще, я хочу знать, какова его биография? Он вообще вырос в Абхазии? Он на самом деле Абхаз? Для меня это важно. Абхаз не Абхаз в этом смысле. Потому что здесь вот совершить такое предательство, для нас это всех, по-моему, для нас это огромный стресс. Кто этот человек вообще? Откуда он взялся? Ну, во-первых, он уроженец и житель города Ткорчал, знаете прекрасно, и, соответственно, некоторое время назад выехал на территорию Грузии, где начал заниматься именно такой, как говорится, шоу-деятельностью, увлечением наших молодых ребят. И, как вы видели, там уже ряд семей даже переехало. Буквально сегодня появилось в ТикТоке очередной такой видеоролик, где выступает наш гражданин Гомисонин, такой Руслан. В отношении него это отдельная история, так скажем. Сейчас мы буквально поставим задачу. Пусть наши зрители узнают, кто такой этот новый беглец, который перебежчик, Руслан Гомисонин. Ну, я вам сейчас объясню, что сегодня позвольте, конечно же. Буквально на первом этапе его изучения мы столкнулись с тем, что человек ранее уголовно преследованный за совсем недостойные статьи. Так сказать, статьи достойных не бывает, но это совсем за изнасилование, убийство. Он сидел за изнасилование, отсидел, да? Отбывал наказание. Сегодня выехал на территорию Грузии. И говорит о том, что в Абхазии все плохо. То есть, такого рода люди у нас сегодня пытаются говорить и нашей молодежи, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо. Что касается самого Даура Булава, этот человек ранее также состоял в розыске на территории Российской Федерации. Относительно, как говорится, незаконного оборота наркотических средств. Каждый вечер, вот я наблюдаю его эфиры, каждый вечер в социальных сетях, в частности в ТикТоку, он выходит в эфиры, ему звонит наша молодежь, и дети ему даже звонят. Вот по голосу слышно девочка, мальчик лет 10-11, они у него спрашивают, а как там? И он начинает им рассказывать, вот как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали национальным героем. И у этих детей, это подрастающее поколение, у них сразу, вот значит, и вот так можно стать и знаменитым, успешным. У них еще психика не сформирована, у этих маленьких детей 14-15 лет, которых в социальных сетях сидят. И они думают, что вот так просто можно чего-то добиться, но они не понимают, какая вообще на самом деле ситуация. Звонят ему еще постарше тоже люди и общаются с ним довольно вежливо, кто-то невежливо, но он обходит все острые углы, которые могут быть, Ведь когда ему задают острые вопросы, потому что он знает, если что-то он не так или неправильно ответит, то он сразу там же, да, ему, видимо, придется с кем-то разговаривать и так далее. Какая борьба вообще в этом направлении ведется? Как он ведет беседу с нашей молодежью, что таится за этой беседой, каков характер общения, это говорит о чем? Это то, что этот человек является проектом специальных служб Республики Грузия. Это спецслужбы им руководят. На самом деле, наверное, не зря у нас возбуждено в службе уголовное дело с окраской государственной измены. Он является гражданином Республики Абхазии, он совершил государственную измену, он перешел на сторону врага. И сегодня он пропагандирует идеологию нашего противника, основного, так скажем, нашего врага, идеологию его пропагандирует. Пропагандирует его нашей молодежи. Что мы видим сегодня? Что, вот как вы говорите, уже ряд представителей нашей молодежи приехали к нему. Буквально вот сегодняшний случай, так скажем, который мы уже видим. Да, этот человек, его характеристика, которая в Гомисоне, о нем можно говорить многое. Это не тот человек, который является цветом нашей нации, либо, как говорится, определенным правильным человеком. Ну, таких людей мы можем ему даже подарить, насильников, убийц и все остальное, пожалуйста, может он с собой забирать. Ну, как они разговаривают, посмотрите, как они от лица молодежи Республики выступают. Это все, чтобы вы понимали, идеологическая работа спецслужб Грузии, направленная во влечение наших граждан. Я хотел бы, чтобы сознательные наши граждане понимали суть по-другому, что все то, что там красивые обертки находятся, это еще не значит, что он там может быть вкусным. Вы понимали? Оно все другое. И этот парень, поверьте мне, и все те, кто сегодня идут к нему туда, они будут рассматриваться в рамках именно этого уголовного дела. То же самое Гомисоне сегодня уже, он рассматривается в рамках этого уголовного дела, как соучастник этого преступления. И все те, кто будут переезжать туда, к нему, и будут выступать в эфире, будут рассматриваться нами, как соучастники государственной измены. Имейте в виду. То есть, как бы я хотел бы обратиться к тем, кто планирует, либо пытается с ним поддерживать контакт, пусть, наверное, этот проект надо потихоньку прекращать. Честно говоря, я хотела побольше информации, но вы мне не помогли с этой информацией. Ну, я вам знаете, я скажу, парень молодой, он еще не успел, наверное, как говорится, раскрыться и проявить себя. Я связывалась с его родственниками в городе Ткорчал, которые. Ну, а вы сказали, что он уроженец города Ткорчал, житель. Жителем города Ткорчал я бы его не назвала, и все это очень важно. Насколько мне удалось узнать, в этой семье абхазского воспитания никогда не было. Он родился после войны. Его мама, насколько я знаю, вывезла его в Россию. В основном он вырос в России. Он приезжал в Абхазию на практически человек, который не заканчивал нашу школу, который не говорит, наверное, вообще на нашем языке. Человек, который практически не знает своего отца, потому что отец рано, насколько я понимаю, умер или погиб. Он вырос в России. У него нет образа родины. Он не знает, что такое родина. У нас здесь еще слезы наших матерей не высохли. Мы из месяца в месяц чем занимаемся? Плачем, ходим к памятникам, к могилам и так далее. Этот пацан ничего такого в своей жизни не видел. Интересно, у него, наверное, не только абхазское гражданство, наверное, и российское гражданство тоже. Коль так долго он проживал на территории России. Поэтому, как он попал туда? Он через территорию Абхазии туда попал? Скорее всего, не через Абхазию туда попал. Кто его завербовал? И прекрасно видно, как его ведут. Правда же? Конечно, но вы, в принципе, вполне обширно рассказали его историю. Мне тяжело будет что-то добавить. Потому что, наверное, так, как вы выразились, у меня не получилось бы выразиться. Это на самом деле человек без рода, без племени, без гражданства. Вам, наверное, нельзя так говорить. Почему я вам скажу? Меня председателем из ГВИ никогда не сделают. Вы можете так говорить, но потому что сегодня человек позиционирует себя, по крайней мере для общества, для людей, которые смотрят, что он чуть ли не представитель, яркий такой представитель молодежи Республики Абхазии, который сделал, наверное, правильный выбор. Так он считает. Но я хотел бы обратно сказать, что так мы не должны считать. Мы должны считать так, как есть. Человек, тем более на территории Абхазии, был с какими-то такими определенными периодами, насколько он приезжал и уезжал, и сегодня позиционировать себя так нельзя. И, во-вторых, то, что он, я обратно говорю, что по руководству спецслужб Грузии занимается этой работой. Мы это уже определили. И по составу признаков преступления в отношении его возможно головное дело. Еще раз повторяю, все те, кто будут выезжать к нему туда и присоединяться к нему, они будут автоматически состоять в этом головном деле. Так, под такой же окраской.